Вы умираете не за один день. Это происходит постепенно. До тех пор, пока Удана Прана не покинет тело, мы можем вернуть его к жизни с помощью тантрических процессов. Необходимо сжечь нижнее белье умершего, иначе оно станет прибежищем для разного рода сил. Намаскарам, Садгуру! После смерти моего отца у меня остались некоторые из его вещей. Но я знаю, что в некоторых культурах не разрешается хранить одежду умерших. Как поступать в таком случае? Когда вы родились? Когда у тебя день рождения, Джим? 1 августа. Уже скоро. Несмотря на то, что у тебя есть точная дата рождения, ты родился не за один день. Твое рождение заняло от 9 до 9 с половиной месяцев, не так ли? Точно так же, когда вы умираете, это происходит не за один день, а постепенно. Если врач объявляет кого-то мертвым, исходя из медицинских показаний, такой человек мертв еще не до конца. Думаю, мы уже говорили об этом. 5 пран начинают медленно, постепенно покидать тело. Жизненная энергия физической природы, которая называется пран или прана, имеет пять основных проявлений. Всего их десять, но для простоты ограничимся пятью. они называются самана, прана, удана, апана и вьяна. Предположим, врач объявляет, что человек мертв. В следующие 21-24 минуты самана начнет покидать его тело. Самана отвечает за поддержание температуры тела. Охлаждение — это первое, что происходит с телом после смерти. Традиционный способ проверить, жив кто-то или мертв — пощупать нос. Если нос оказывался холодным, то человека признавали мертвым. Не проверяли глаза и прочее, только нос. Если нос холодный, значит человек мертв. Итак, в это время выходит самана. Где-то между 48 и 64 минутами выходит прана. После этого через 6-19 часов выходит удана. Пока удана еще не вышла, существует возможность вернуть тело к жизни при помощи определенных тантрических процессов. Но как только удана вышла, эта возможность становится настолько мала, что можно даже сказать, что это уже невозможно. Далее, по прошествии от 8 до 12 часов, уходит апана. После этого начнет выходить вьяна, которая является защитной природой праны. Это может продолжаться от 11 до 14 дней, если это обычная смерть. Как-то раз, Шинкаран Пилай, что-то долго искал в шкафу. Через какое-то время к нему подошла жена и спросила, что ты делаешь? Он сказал, нет, ничего, ничего не делаю. Я наблюдал за тобой последние полчаса. Ты же читаешь наши свидетельства о браке. В чем дело? Шинкаран Пилай ответил, я ищу дату его окончания. Так что хотя у жизни есть дата окончания, смерть наступает не за один день. Это медленный процесс. Вообще-то это происходит прямо сейчас, но медленно. При помощи йоги вы можете расставить препятствие для смерти, но не остановить ее. Да? Ежедневные практики, которые вы делаете, служат тому, чтобы замедлить смерть, но не избежать ее. Так что сегодня мы знаем, что из вашей старой одежды можно взять в вашу ДНК, и спустя сто лет после вашей смерти вас можно клонировать. Да? Да или нет? Так что то, кем вы являетесь, или, по крайней мере, физический аспект того, кем вы являетесь, может быть добыто из вашей одежды и использовано, чтобы воссоздать вас. По крайней мере, кого-то, кто выглядит точно так же, как вы. Воссозданию поддается только тело. Так что в некотором смысле вы все еще здесь. Когда йогины умирают, они сами поджигают свои хижины. Есть способ сделать это. «Не буду говорить как, потому что не хочу, чтобы тут все полало». Итак, они всегда поджигают свои хижины, потому что не хотят, чтобы осталась хотя бы одна молекула их ДНК, потому что в определенном смысле ваше физическое тело до сих пор находится здесь. Если из этого можно воссоздать ваше тело, очевидно, оно все еще здесь, не так ли? Так что все, чего мы касаемся, необходимо сжигать. Все должно быть подчищено. И это главная причина, по которой люди, находящиеся на духовном пути, ограничиваются таким малым количеством физического имущества. Если вы заглянете в комнату Саньясина, то увидите там аккуратно сложенными три набора одежды, одну емкость для воды, одну тарелку для еды, одну простынь, чтобы спать, и все. Ни одного лишнего предмета, потому что он не хочет касаться слишком многих вещей в этом мире, только самого необходимого. Потому что он знает, что если распространить частички себя повсюду, собрать их перед уходом будет очень трудно. Именно поэтому он не имеет никаких физических отношений, потому что он понимает, что если будет оставлять свое тело повсюду, то когда придет время уходить, будет очень трудно. Люди, пришедшие из вашего тела, не захотят уйти с вами, когда вы будете уходить. Они не пойдут. Все они скажут «Я люблю тебя», но не пойдут с вами. Так что, когда кто-то умирает, в зависимости от того, кто он такой, нужно действовать соответственно. В современном мире, когда люди накапливают одежды на три жизни, а обуви на десять, сжигать все это было бы слишком расточительно. И в любом случае, учитывая то, как они живут и то, как они уходят из жизни, они снова должны стать частью этой земли. Нет смысла сжигать все это. По крайней мере, те вещи, которые очень тесно были связаны с телом, такие как нижнее белье и тому подобное, должны быть сожжены. Их нужно сжечь, иначе уход этого человека будет затруднен. Он не будет понимать, быть ли ему здесь или там. Он не сможет принять решение. Нет возможности принять решение, потому что отсутствует способность разделения. Без тела нет и разделяющей способности ума. Нет решений, есть только склонности. Остается слишком много вещей, принадлежащих телу, и сущность просто остается на этом месте, особенно в первые дни. Итак, если у вас дома много поношенной одежды, что опять же является проблемой Запада, тип одежды и структура общества таковы, что вы можете по полгода не стирать свою куртку. Да? Из-за того, что в холодных странах люди не так сильно потеют, по возвращению домой они просто вешают одежду на вешалку. В Индии такое невозможно. Одежда должна быть постирана сразу же после использования. Таковы вид одежды и атмосфера, и социальные структуры. Хотя они опять же меняются. Потому что большинство людей в Индии носит одежду, сделанную в Китае, а не в Индии. Поэтому, учитывая вид одежды, им легче просто повесить ее. Они не стирают ее. Раньше обо всем этом заботились. Учитывался каждый аспект. Но теперь это во многом утрачено. Поскольку эта одежда носится снова и снова, а потом просто вешается на вешалку, вы можете провести эксперимент. Возьмем, например, собак. Если вы приведете полицейского пса, покажете ему тысячу курток и спросите, где куртка Джима, он укажет на нее. Да? Не бог, просто пес. Так что очевидно, что то, кем вы являетесь, определенно содержится в этой куртке. Не так ли? Настолько, что даже собака это понимает. Итак, когда человек ушел, а его тело все еще находится здесь во многих формах, оно становится пристанищем для различных сил. Не только для его энергии, но и для разных других сил. В определенном смысле, ваша куртка — это незанятое тело. Лучше не оставлять ее просто так. Так что… Либо ее немедленно стирают. В Индии, если это дорогие вещи, их стирают. В течение 10 или 11 дней постирают всю одежду и раздадут ее. Никому-то одному, обязательно в разные места. Не отдают всю одежду какой-то одной семье. Куртку туда, штаны сюда, это туда, это сюда. Таким образом, они оказываются слишком далеко друг от друга, чтобы создать какое-либо существенное присутствие. А те вещи, которые тесно соприкасались с телом, нужно просто сжечь. Что-то из этого должно быть сделано. Либо раздать одежду в 50 городов, чтобы умерший не гадал, куда ему податься. Лучше. 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 Лучше.